Всем привет! Сегодня воскресенье. Я есть хочу, не могу. Время первый час. Съездила в магазин, Тимур у нас варит суп из пакета. Надела на очки, чтобы почитать новости, которые случились за это время. Я, друзья, лазаю по огороду. Время идет, еще не высажено, не прокошено, не полито. Вот здесь у меня поливают сонючьи глазки. И я перекусываю, чтобы восполнить силы, чтобы не заходить домой. Если зайду домой, это все. Я уже оттуда не выду. Машка появилась. Всем привет! Что сейчас было? Вы себе не представляете. Все стаканы разлетелись. Курица вышла. Я возилась в огороде. В общем, клубнику закладывала сеном, друзья. Как пошел дождь. Почти град. Вот такие крупнющие капли. Я быстрее один мотор выключать. Бегом от дождя спасаться. Ну вот, а он теперь мелкий-мелкий идет. Козы испугались. Сразу же домой прибежали. Вон там на базу стоят. Ой, а дождь идет нет. Поснимать уже, естественно, сегодня еще не получится. Если только резко не прекратится дождь. У меня у мужа корова сбежала, которая вчера оттелилась. Он пошел ее искать. Я думаю, что вот этот дождь его захватил. Иду. Но пока дождь такой не очень сильный. Переложить. Шланги переложить. Дождь не дождь, а поливать-то надо. Красоту свою. Бесполива. Она же никакая у нас не растет, друзья. Красоты никакой не будет. Вообще. От слова совсем. У меня здесь вот что. Я еще по плану хотела вон там участок вскопать под помидоры. Но не знаю. Если сейчас дождь не прекратится, какая вскопка может быть? Вообще никакой. Вот. Вот чем я сегодня занималась. Всем привет. Мне люди знают, что пишут. Ну что ты, говорит, каждый день показываешь одно и то же. Огород. Скажите, а что еще можно показать в деревне? Либо животных, либо огород. Своих животных, корову, я вам показывала вчера. И вчера же она убежала от моего супруга. И я залезла на балкон для того, чтобы посмотреть, когда же он будет ее гнать. И вот с балкона оттуда я увидела вот такую следующую картину. Я вам сейчас ее продемонстрирую. Вы знаете, я, конечно, знала, что у меня лопух большой вот здесь вот в моем цветнике. Но не настолько же. Друзья, смотрите, вот это вид сверху. Вот он, лопух. Я его использую в роль такого, знаете, декоративного растения. Но потому что с такими декоративными листьями у нас ничего подходящего нет. Он такой огромный. Ну и вот смотрите, какой монстр растет у нас под абрикосой. Он реально монстр. Сверху очень красиво смотрится, да? У нас сегодня был дождь. Так, у нас сегодня был дождь. Я не пойму, это что там, уже куриные следы, что ли, у меня на грядке? Они достали. Вот буквально в каждую дырку они тут же вылезают. Чуть образовалась дыра. Они тут же вот лезут. Представьте, копать мне вот эти вот грядки. И дождь с ураганистым ветром вон разнесло. Видите, все мои стаканы валяются. Они лежали в коробке на холодильнике, на старом я их положила. Но ветром, естественно, все их разнесло. Здесь на чердаке и на балконе у меня и у супруга наблюдательный пункт. Здесь же лежит бинокль. В общем, мы смотрим, где находится наша корова. А как же? Видите, все-все-все видно до самого горизонта. Вот так вот. И мы берем бинокль, вон он лежит. И если нам надо что-то посмотреть, то как разведчики. Я снимаю вам сегодня вот с таким микрофончиком. Не знаю, как у нас тут будет со звуком. Завтра, 16 числа, завтра у нас 16-е, придут мои выписанные микрофоны. Вот, и будет уже гораздо легче снимать. Ну что, вот это парник. Видите, вот там огурцы еще не посадила. Здесь почти досажены помидоры. Вчера мы их сажали, 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 но потом начала телиться корова. Побросали, поехали с теленком, со всеми делами. А сегодня еще не приступали. Вот видите, осталось высадить. Еще у меня есть помидоры, которые, ну такие маленькие, которые прям только всходят. Вот такой у меня парник. Я занималась клубникой, когда пошел с неба, прям, знаете, такой град посыпался. И он меня... О, опять он пошел. Друзья, как только я на огород, сразу начинают с неба падать крупные капли дождя. Прям крупные. Ну, в общем, да, погода сегодня, конечно, для съемок вообще невезучая. Вообще. Кстати, тутовник так и не думает отрастать. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Вообще, вот видите, вот. Прям в пыль. В пыль все разбило. Вам видно, какие капли летят? Да что ж такое? Вы знаете, вот одна тучка, она вот сейчас прокапает. А потом, а потом опять дождя не будет. Смотри, что делается. Вот так вот, да, вот так живем. Вот. Вот, смотрите. Хотела показать вам красотищу в своем цветнике около пруда. Пойдем сейчас посмотрим. Сейчас я вам покажу. Тот, кто видел, скажет, опять она одной тоже показывает. Ну, о чем показывать? Сейчас я хотела вам корову показать. Тут дождь пошел. Сейчас переключусь. Смотрите, что около бассейна у меня расцвело. Это ясколка Биберштейна. Очень симпатичные. Смотрите, какие капли крупные. Друзья, они у меня прям в глаза. Видите, какой. Вот, ну все. Ну все, 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 все. Надо удирать. Надо убегать. Радость. У меня я сажала два года назад пионы сортовые. Вот один пошел. А вот второй, друзья, он уже, посмотрите, вон там муравьи на мутором сидят. Так. Надо мне отсюда убегать. И вот там тоже есть еще один. Тоже пушок. Так, так, так. Смотрите, он все заляпал, всю стену забрызгал. Вот такие они под глазки. Смотрите, какие шикарные. Просто шикарнейшие. Так. И меня, друзья, забрызгивает. Я спряталась от непогоды в летнюю кухню. Думаю, может быть, сейчас дождь все-таки пройдет. У меня здесь вот еще сидит, видите, невысаженная. Холодно. Он кабачок вообще. Ему прям плохо. Совсем плохо. Видали? Они прям отвратительно себя чувствуют. Пойти в парниках, что ли, унести. Здесь еще вот базилик растет. В смысле, в семенах сидит. Я его еще не сеяла. Вот здесь у меня в кармане тоже я покупала семечки. Ночная фиалка. Что у нас тут? Душистый горошек. Сиреневый дрозд какой-то. Тоже еще вообще не сеял. Капуста декоративная. Это я вот последний. Матиолу вот обязательно надо поспасеть. Знаете, такая вот фиалка. Фиолетовая. Вот такая. Что это? А, это и шальцы. Ну, это я вот в последний раз была. Семена покупала. И вообще, по такому холоду, вот она вот эта матиола, вообще руки ни до чего не доходят. Пока я с вами тут сижу, пока там брызгается, грядки перельвется. Пойдете, пойдемте со мной. Так, ну что, вот все. Все закончилось. Началось и закончилось. Все вообще просто моментально. Да, вот так. Посмотрите, посмотрите, какое небо. Вообще сиреневое. Скажите, опять не то показываю. Сейчас пойдем на корову посмотрим. Можно сказать, что я сейчас снимаю видео о жизни. Видео включения. То есть, самые натуральные влоги. Я вам сейчас корову через забор покажу. Сейчас пролезем между яблонями. Яблонь у нас в этом году, друзья, нет. Они даже не цвели. Вообще. Вот. И поэтому, когда у нас все побило морозом, ну жалко у нас ни вишни, ни абрикос, ни черешня. А на яблонь я даже не рассчитывала, потому что они даже еще и не цвели. Так, где там наши коровы? Вот пчелы тут стоят. Стоят, можете видеть. Вон они. Ну вот, смотрите, картина. Вон собаки бегают. Это, наверное, китайские. Вот две коровы. А ну пошли отсюда! Тепь! Вот они все время гоняют моих коз. Тепь! Суволочи! Вы ушли! Тепь! Друзья, я не знаю, что вам видно или нет, но это не видно. Вон они бегут. Тепь! Это у нас на собак так орут. Вон они. Гады. А вон козы. Не знаю, видно вам или нет. Они козы сразу домой забежали, когда вот этот дождь пошел крупный. Сразу в момент заскочили домой. Так, вот коровы. Одна и вторая. Вторая не дала доиться, которая вчера терилась. Вот в обед ее муж стал доить. Она от него, во-первых, опять убежала. Во-вторых, ничего не дала. Ну то есть ее теленок пососал. Она теперь будет вредничать, пока у нее видео вымя вообще не разнесет. Так и будет сопротивляться. Вот, а это зайка. Это вот третеленка. Вчера малозе умно кормили телочкам. Муж, короче, я не углядела. Он как закормил, кутелки теперь у нас дрищут. Если до завтра не перестанут, но я не знаю, что делать. Может быть, мейт им тогда попробовать развести. Помогает. Вот так, друзья. Вот такая у нас атмосфера. Ну, вообще, конечно, в саду я уже косила один раз. Надо будет еще раз покосить. Я сейчас кашу электрической косилкой. Бензиновой. Что-то у меня вредничать начала. Завожу электрическую. У меня шнур 50 метров. Вот. И, в общем, нужно, конечно, следить, чтобы он не перерезал. Нож косилки не перерезал. Это я вчера перец высадила. Сегодня я накрою его тентом, чтобы он был в тепле. Вот там мы до этого сажали помидоры, но морозом все побило. Там бабкат. И, кроме того, в коробке муж оставил тоже тот же самый бабкат. Их тоже побило морозом. Но я нашла 10 штук более-менее, которые более-менее себя чувствуют. В общем-то, садила грядку. И вот там, видите, тоже перчик. Здесь тоже косить надо. Вообще все вырастает моментально. Трава, я имею в виду. Просто вот 5 секунд. Раз и выросла. Так, там у меня свекла поливается. Тоже написали мне, что ты, говорит, не поправишь вот эти штуки, которые я положила между грядками. Руки дойдут, поправлю. Не забывайте, что я одна на все про все. Молоко я, клиенты я, YouTube я, еще и огород я. Так что меня устраивает. Кого не устраивает, не смотрите. И, кстати, у нас еще одна проблема. Вот этот, видите, бак на душе. В общем, друзья, он разморозился за зиму. И в нем дыра. Воду наливаешь, и он начинает течь. И, в общем, по плану его еще нужно снять каким-то образом. Снять, говорю, и заклеить. Чем я еще не смотрела, чем латают такие баки, без понятия. Ну, каким-то образом нужно заклеить эту дырку и пользоваться душем летом. У нас есть, конечно, душ в доме, но это не то. В доме это совсем не то. Удобнее вот так с улицы раз, пришел, помылся, вот и уже чистый пошел в дом. Ну так, друзья, что, не буду занимать ваше внимание. Сегодня стрим, наверное, будет на втором канале. Есть, что рассказать. Всем пока. Пока-пока.